Господин Довлатов, Ваши программы по обучению правилам ведения бизнеса в сетевом маркетинге не уступают популярности другим программам по обучению бизнесу. Как Вы думаете, почему, в чем основная причина? Тема сетевого или многоуровневого маркетинга весьма неоднозначно воспринимается на территории бывших советских республик. Что породило такое отношение к этому бизнесу и что должно произойти, чтобы люди поверили, что на этот вид бизнеса стоит обратить внимание? Чем отличаются Ваши мастер-классы по предпринимательству от тех, которые предлагает рынок? Пятидневный мастер-класс для сетевиков. Также есть годовые обучения. Что дает по отдельности каждый из этих программ? Стоит ли совмещать эти два вида обучения? Если да, то с какой лучше начать? Кто может учиться у Вас по программе для сетевиков? И какими качествами должен обладать ученик? Какая основная ошибка или иллюзия мешает новичкам добиться результата в сетевом бизнесе? Переведите, пожалуйста, наиболее выдающийся примере успешного бизнеса у учеников после прохождения Ваших программ для сетевиков. Существуют ли люди, которые с твой бизнес противопоказан и почему? Здравствуйте, дорогие наши друзья! Поприветствую Вас из Бишкека. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли. И спасибо, что задаете вопросы. Спасибо, что смотрите наш канал. Пожалуйста, задавайте всегда актуальные вопросы к Вашим услугам. Я с удовольствием отвечаю. Я целый день сегодня провел консультации, тренинги. Только что закончил интерактив тренинги. И сейчас хочу ответить на Ваши вопросы. Ставьте лайк под наши видео, рекомендуйте наши видео своим знакомым, друзьям, кому это видео мог бы помочь. Рекомендуйте их, чтобы стать причиной успеха, чтобы стать причиной изменения их жизни к лучшую сторону. Первый вопрос. Господин Довлатов, Ваша программа по обучению правилам ведения бизнеса в сетевом маркетинге не уступает популярности другим программам по обучению бизнесу. Как Вы думаете, почему, в чем основная причина? Дорогие мои, я уже 15-16 лет, даже чуть больше, в общем с 2001-2002 годах, я обучаюсь сетеве компании именно о том, как вырастить лидеров, как находить лидеров, как разработать систему, которая выращивает лидеров. Несколько сетеве компаниям я написал сам программу, много компаний обучал, очень много, более 60. Когда-то почитал год назад, было их 62 или 63 компания, которыми обучали сетеве компании. И три компании я разработал сам, именно система обучения, система мотивации, все программа, даже развитие и так далее. Многие вещи для них, инвестиционные компании, строительные компании, и обычные компании помогали. А вот обучение давал очень многим. Моя система чем отличается? Моя система отличается тем, что она на основе практика. Я посмотрел, например, когда я начал обучать разные компании, я столкнулся с тем, что у некоторых компаний продукт сильный, но мотивация слабая. То есть нет системы мотивации. То продукт сильный, маркетинг слабый. А некоторые компании маркетинг сильный, а система обучения нет. А где-то система обучения очень хорошая, а продукт какой-то там слабый. Какой-то, ну такой продукт, который на него нет никакой необходимости, либо польза мало принесет этот продукт и так далее. То есть свою систему я отточил, исходя из все то, что я видел. Разные компании, недоработки другие компании. Я видел, что многие, например, больше половины сетевики не зарабатывают, особенно которые внизу. И я понял, почему не зарабатывают. Я начал над этим работать и думать, как это помочь им, чтобы они выросли. Я понял, как обычному лидеру, который чуть-чуть лидерская, жилька есть, лидерская хватка, как его помочь, чтобы он стал выдающимся лидером своей компании, чтобы он мог дойти до хорошего уровня, хороший чек. Вот почему отличается моя система от других. И она практичная, она работает. Любой сетевик, который практикует мою систему, просветает очень хорошо. Следующий вопрос. Тема сетевого или многоуровневый маркетинга весьма неоднозначно воспринимается на территории бывших советских республик. Что породило такое отношение к этому бизнесу? И что должно произойти, чтобы люди поверили, что на этот вид бизнеса стоит обратить внимание? Дорогие мои, вы правильный вопрос задаете. Смотрите, дело в том, что в 98-ми годах, 2000-х годах люди от нехватка знаний начали пригласить в этот бизнес всех подряд. Они просто пригласили всех подряд, один за других. И у этих людей понимания этого бизнеса не было. Вся причина, которая сегодня формировалась, что люди не очень доверяют свой маркетинг и так далее, она связана с тем, что сами дистрибьюторы, которые этим занимались, они не были профессионалами. Они не понимали этот бизнес. Они думали, что лишь бы, чтобы кого-то пригласить, и ты зарабатываешь. Потом появилось много всяких финансовых промедий. Финансовых промедий на что зарабатывали? Люди друг друга приглашали и зарабатывали, приглашали и зарабатывали. То есть один приглашает другого, тот приглашает третьего. Вот так. Один за других люди приглашают друг друга и зарабатывают на это. В связи с этим, многие люди просто воспринимают твой маркетинг как финансовый промедий или как лохотрон. связи с чем с тем что вот это ммм был мавроди и так далее так далее но сами не понимая что это такое это похоже если есть такая народная пословица что когда обжег что я кипяченый молока кефира боишься вот такое просто именно основной причины почему люди не доверяясь твой маркетинг это тот образ который формировалась но на самом деле с твой маркетинг это классный бизнес один из хорошие бизнесы которые на сегодняшний день многим людям помогает раскрываться развиваться дело в том что кто занимается твой маркетинг они изнутри меняется например посмотрите те кто занимается твой маркетинг большинство из них начинает читать книги больше большинство из них начинает путешествовать большинство из них начнет посвящать тренинги большинство из них приобретает уверенность в себе начнет выступать в публику и так далее большинство из них у них страх критика вообще исчезнет они могут любой дверь стучит любой дверь зайти холодный контакт любым человеком разговаривать даже те робки скромные хруст хрупкие И такие, которые были неуверенны, становятся уверенными. Свой маркетинг изменяет качество жизни людей. Даже если человек не зарабатывает, он все равно растет. Поэтому вот это то, что формировалось негативный образ твоего маркетинга, это связано с непрофессионализмом самих сетевиков, которые вот так появились. Я людям, которые занимаются свой маркетинг, рекомендую, чтобы они поняли, работайте на подвешении своих профессиональных качеств, чтобы сами могли гордиться, что вы занимаетесь свой маркетинг. Я бы вот это пожелал бы. Чем отличаются ваши мастер-классы по предпринимательству от тех, которые предлагает рынок? Мои мастер-классы имеют большие отличия. Мои мастер-классы я провожу в год один раз, а мини-мастер-классы провожу почти каждый месяц. Понимаете, я специалист по человеку. Это означает, что 20 лет, уже 21 год скоро будет, скоро может быть начиняться, уже даже с того момента, когда мне мама отдала наставнику, с 8 лет, 33 года почти. Мне 41 лет. Понимаете? С того дня, когда мама отдала меня наставнику, я начал видеть, как он работает с людьми, как советует, что делать. И я всю свою жизнь посвятил изучению человека. Я постоянно, каждый день встречаюсь с людьми, с сотнями, сотнями людьми. Соответственно, долгие лет, когда вы работаете 10-20 лет в этом направлении, вы начинаете понимать людей. Мои мастер-классы отличаются тем, что они системный подход. Самое первое, что я изменяю в человека, его полностью именно мировоззрение и его мышление. Первые мои мастер-классы изменяют мышление человека. Второе, мы создаем эффект банка соленой огурцы, что человек, когда уходит из дома и так далее, и так далее, он более эффективно работает, более эффективно учится. Чтобы поднимать скорость восприятия и усваиваемости материала, каждое утро мы занимаемся разными видами восточной медицины, из тибетской медицины и так далее. Те, которые меня обучили, мои наставники, и мы занимаемся именно клуб здоровьями. Почему? Потому что очень важна скорость мышления, восприятие надо улучшить. Например, иногда бывает так, что вы разговариваете с 10 людьми, кто-то понимает вас, кто-то не понимает. Из 10 людей, может быть, двое, трое поняли, или Петра поняли, Петра не поняли. Почему? Люди понимают, исходя из их уровня восприятия. Кто-то усваивает, кто-то не усваивает. Поэтому вот это очень важный момент. Соответственно, я соблюдаю все, многие направления. Потом, следующая вещь – это пять органов чувств. Пять органов чувств направлены на внешний мир. На самом деле, пять органов чувств человека гармонично связаны с пяти стихий природы. Вы же не можете быть сильнее, чем вода или огонь и так далее. Мы не можем и одновременно без них жить. Понимаете? В моих мастер-классах настроены так, чтобы человек испытал в природе вот это все. Вот это пять стихий, которые в природе, и пять органов чувств в одном гармонии наладит. У меня мощные инструменты, которые это все делаем мы. Почему? Сами подумайте, почему монастырии, все шаолинские монастырии, или там всякие монахи, или всякие просветленные люди и так далее, они все тренировались в горах или пустынях и так далее. Все пророки жили в горах. Почему? Потому что это источник силы, который развивает духовный рост человека. Одно из параметров моей занятий – это развитие духовного интеллекта. Профессиональные знания я оставлю в самом последнем очереди. То есть очень важно, чтобы человек духовно вырос. Если человек духовно растет, он станет умным. Он становится очень умным человеком. И он легко справляется с задачей. Самое последнее – это профессиональные знания. То есть, видите, мои мастер-классы, они очень сильно отличаются от того, что рынок предлагает. Например, рынки что предлагают? Если есть что-то по лидерству, только по лидерству. Если есть что-то по тайм-менеджменту, только урок по тайм-менеджменту. Если вам говорится что-то там по маркетингу, только по маркетингу. Если по продаже, значит продажа. То есть, одно из деталей, навыки, которые человек, развивая в себе, улучшает свой бизнес, улучшает свои умения. Я работаю с хозяевыми бизнесами, чтобы помочь им стратегически мыслить, дальновидным быть, духовным стать. Я больше всего, ко мне 95-98% приходит только хозяевые бизнесы. Менеджеры, вот это сотрудники и так далее, они придут на другие мои тренинги. Но хозяевые бизнесы придут только в вот этих мастер-классах. Пятидневный мастер-класс для сетевиков. Также есть годовые обучения. Что дает по отдельности каждый из этих программ? У меня есть не пятидневный мастер-класс для сетевиков, у нас есть семидневный мастер-класс для сетевиков. В год один раз я провожу его. В Эссекуле часто провожу его, потому что это вместо силы, вместо энергетики и так далее. А годовое обучение для сетевиков – это другое. Чем они отличаются? Расскажу. На семь дней мастер-класса я рассказываю где-то 30% из того, что буду говорить в годовом обучении. Дело в том, что человек все равно с одного раза он не может все усваивать. Видите, природа человека такой. Например, вы же сами видите, природа человека такой. Если вы один раз пойдете в тренажерный зал, вряд ли вы похудеете. Но если вы каждый день будете ходить в тренажерный зал или хотя бы в неделю 3-4 раза, через год у вас фигура меняется. То есть изменяется ваше телосложение. Здесь то же самое. Чтобы ваше сознание, ваш опыт, ваши поступки поведения менялись. Именно так. С одного раза вы не все не можете усваивать. Представьте на минуту. Я на мастер-класс для сетевиков даю 30%. То есть всего 5-7 темы, 30% рассказываю из того, что буду говорить в годовом обучении. И то каждой теме, глубоко я не могу рассказать, пополовинку расскажу. И то каждой теме, пополовинку расскажу. Представляете? То есть из каждой темы 30% рассказываю. А потом на годовой, уже глубокий обучение, на годовой по 2 дня каждый месяц человек приезжает ко мне, учится уезжать. Сегодня как раз я провел именно тренинг для лидеров сетевого маркетинга, который у меня на годовой учится. Вы знаете, какой вопрос они мне задают? Наставник, у нас заканчивается в ноябре занятие, первая группа. То есть они мне говорят, у нас второй курс будет продолжение или нет? Я спрашиваю, почему вы спрашиваете? Они говорят, мы хотим учиться. Почему они хотят развиваться, учиться? Потому что у них есть классальные результаты. Поэтому годовое обучение отличается тем, что ты пришел, 2 дня учился, и мы обсудили. Ты пошел и внедрял. И в течение месяца ты делал. А потом обратно вернешься. Каждый месяц, когда люди возвращаются, с чего я начинаю? Я начинаю с того, что что удалось тебе сделать? Я каждого спрашиваю, что удалось тебе сделать? И каждый из них мне рассказывает, как он сделал, что делал, что не получилось и так далее. И я делаю некие, можно сказать, даю советы. Теперь делай так, теперь делай так, теперь делай так, теперь делай так. И таким образом каждый понимает, что будет. И теперь опять начинает учиться новую тему и пойдет опять делает. Вот такой, можно сказать, у нас происходит такой процесс работы. Именно с лидерами с твоей компании. Вот так. Поэтому в мастер-классах он мне слышит и 30% информацию. И, конечно, пишет и так далее. Конечно, в виде игры играет. Но когда здесь он практикует, то есть годовое обучение – это профессиональное знание совместимо с практикой. То есть получается, что услышав меня, он должен пойти делать. И поэтому в селе месяц у него достаточно времени, чтобы практиковал. То есть мы больше на годовое обучение акцент делим на практике. Вот почему, чем они отличаются. Пятый вопрос. Стоит ли совмещать эти два вида обучения? Если да, то с какой лучше начать? Вы знаете, конечно, надо их совместить. Почему надо совместить? Мастер-класс для сетевиков, который 7 дней идет в горах и так далее. Или 20,5 суток, 2 суток идет мини-мастер-класс для сетевиков. Все они, я их зачем разработал? Я помню, что я раньше провел мастер-классы. Я только 7 дней не заметил, что люди не все могут усваивать. Поэтому промежуточный курс разработал мини-мастер-класс для сетевиков. А вот 7 дней не мастер-класс. Получается так. Мини-мастер-класс это промежуточный курс. Это как трамплин для того, чтобы попасть на основной мастер-класс. А основной мастер-класс это трамплин, чтобы человек попал на годовое обучение. Но иногда бывает так, что люди приходят ко мне и говорят, наставник, если я не попал на ваш мастер-класс, можно пойду на годовой? Я разрешаю. Почему? Я говорю, иди. Потому что все ли год ждать, смысла нет. Но мастер-класс, который будет, все равно будешь ходить. Иногда поэтому некоторые люди очередуют. Кто-то приходит на мастер-класс, потом идет на годовой. А кто-то придет на годовой, а потом летом обязательно, когда наступает, и пойдет одновременно еще на мастер-класс. Потому что эти оба знания, они нужны. Потому что там второе дыхание открывается, понимаете, на мастер-классе. А на годовое обучение больше практика. И то, и то нужно делать. Шестой вопрос. Кто может учиться у вас по программе для сетевиков? И какими качествами должен обладать ученик, чтобы оправдать свои инвестиции в этот вид бизнеса? Знаете, кто может учиться у меня по программе для сетевиков? Но, вот смотрите, если однодневный тренинг, на однодневный тренинг день с твой маркетинг, эффективнее метод по стране бизнеса и маркетинга и так далее, или формирование мышления, бизнес мышления с твой маркетинг. Эти вещи, на этот однодневный тренинг могут учиться любой дистрибьютор, даже новичок и так далее, и так далее. Но на мини-мастер-класс для сетевых компаний я бы рекомендовал именно людям, которые хотя бы небольшую группу имеют, небольшую команду имеют. Вот таким рекомендую, чтобы чуть-чуть попробовал, практиковал, немножко опыт есть, хочет, чтобы его люди выросли. Хочет, чтобы он сам вырос, его люди выросли. Это рекомендую для мини-мастер-класс для сетевиков. А среднее звено, то есть лидеры среднее звено и лидеры выше звено, я бы рекомендовал пойти и на основной мастер-класс для сетевиков, и на мини-мастер-класс. Сначала идите на мини-мастер-класс для сетевиков, потом обязательно идите на основной мастер-класс для сетевиков и на годовое обучение для сетевиков. Потому что вот эти вещи позволят вам очень большие результаты добиться. У меня есть ученики, которые смогли стать за 5 лет номер один по всему миру в своей компании. Они начали команду строить с города, которые 300 тысяч, 400 тысяч, а сейчас их команда по всему миру. Седьмой вопрос. Какая основная ошибка или иллюзия мешает новичкам добиться результата в сетовом бизнесе? Дорогие мои, знаете, какая иллюзия? Многие сетевики, которые приходят потом, не могут зарабатывать, им кажется, что просто не обучая эту систему, просто лишь бы людей приглашаешь и ты зарабатываешь. Вот их ложная надежда. Есть их несколько, это ложная надежда. Одна ложная надежда. Я просто приглашу людей и сразу разбогатею. Второе. Они хотят быстро разбогатеть. Это сами основные ошибки, которые ложные надежды, которые допускают новички. И потом быстро, когда не получается, они бросают. Они бросают, разочариваются, говорят, что это не мое и уходят и так далее. Третье. У всех сетевиков, у большинства есть такая ложная надежда, что я подпишу 2-3 лидера, а потом они работают, а я буду отдыхать и получать деньги. Вот эти ложные надежды, они, соответственно, подводят. Дорогие мои, нету на халяву нигде денег. Надо везде работать. Вы представьте на минуту, человек 30-40 лет работал, у него не получилось. Теперь хочет за 2 года разбогатеть, за 1 год разбогатеть. Поэтому вот эти вещи, именно вот эта ложь, они создадут ложные надежды. Уловили? Вот эти, именно эти мысли создадут ложную надежду. Соответственно, эта ложная надежда к чему приводит? Она приводит к тому, что люди отчаиваются, разочаруются и так далее. Потом у них не получается, просто этот бизнес уходит. Восьмой вопрос. Приведите, пожалуйста, наиболее выдающийся примере успешного бизнеса у учеников после прохождения ваших программ для сетевиков. Конечно, я могу привести, у меня их очень много, а если даже хотите, могу очень много привести примеров. Давайте расскажу вам несколько из них тогда. У меня есть ученица, которая из города Актао. Она начинала, ну, до встречи со мной она 15 лет занималась с тобой маркетингом в компании Септер. Сейчас она могла оплатить более 500 тысяч квадрокредитов. И в 2018 году она могла стать почти номер один в компании Септер по всему миру. По его объемам, как сильная команда и так далее. И у меня есть много других учеников. Есть такая ученица, Канай Мапа, она из города Ош, компания ИПАР. Она послушала три мастер-класса для сетевиков. Три мастер-класса для сетевиков из Секуля. И 2013, 2014, вот так, вот 14-15, три мастер-класса для сетевиков она послушала, послушала несколько моих тренингов. И она в активах, в активах недвижимости, я имею в виду, она заработала больше миллиона долларов за 6 лет получается. Где-то миллион двести, миллион триста вот в этом районе. Его состояние активов выросло до этого уровня. Как? Она соблюдая мои знания, с тобой маркетинга заработала и инвестировала в недвижимость. И постоянно соблюдала мои советы, мои программы, которые я обучаю, она их практиковала. Вот ее отличие в этом. Есть еще другие, есть еще много других. У меня есть ученица Розы Хан Умаровна, компания Хэппинес. Компания Хэппинес, она очень хорошо работала, очень хорошо поднимала свою компанию и так далее. Она лидер номер один в своей компании и так далее. Таких очень много. Люди, которые посвящали мои курсы, но практиковали, добыли с успехом. Но моя программа не работает, если вы быстро хотите разбогатеть, потому что я не верю в быстрому успеху. Моя программа работает, если вы делаете это стабильно, систематично, длительный период. Соответственно, если вы учитесь, развиваетесь и длительный период практикуйте, поверьте, это творит чудеса. Следующий вопрос. Существуют ли люди, которые с твой бизнес противопоказан и почему? Вот интересно, это как будто для врачей прямо. Дорогие мои, существует ли бизнес, который противоречит или противопоказан, с твой маркетинг противопоказан? Я бы сказал, что для тех людей, которые психологически, эмоционально быстро срываются, для тех людей, которые не хотят учиться, не любят учиться. Для таких людей с твой маркетинг ничего делать, для таких людей, которые любят сплетничать и так далее. Просто не то, что это противопоказан для них. Нет, это не противопоказан, просто у них не получится это. Потому что сам бизнес, твой маркетинг – это не такой. Сам бизнес, твой маркетинг – это высокий сервис, это суперотношение, это высокий сервис. Надо научиться создавать высокий сервис. Вы сами подумайте, ни в одном бизнесе, ни в одном бизнесе в этом мире, внимание обратите, ни в одном бизнесе в этом мире за вами не будут так обслуживать, ухаживать, как с твой маркетинг. Понимаете, сетевик готов ради того, чтобы одну зубную пасту вам продавать, или одну шутку, или одну парфюмер, или помада, готов все ли месяц вам звонить. Сетевик готов любое время суток отвечать на ваши телефонные звонки. Сетевик готов в любой точке города, куда скажете, принести продукт, лишь бы, чтобы вы его приобрели. Сетевик готов 10 раз, 20 раз снова-снова приходить к вам, когда вы освобождаетесь, когда вы можете его принимать. А если вы читаете, что это ниже ваше достоинство, вам ничего делать в этом бизнесе. Это сам бизнес такой. Бизнес, твой маркетинг, это, получается, высокий сервис за маленькое, небольшое награждение. Сам бизнес такой. Даже в самым лучшем брендовом магазине за вами не будут так заботиться, ухаживать, как с твой маркетинг. Поверьте мне, сетевик сколько комплиментов вам говорит, которые вы в жизни даже от своей собственной мужа или от своей собственной жене не слышали, такие комплименты. Сетевики будут говорить, потому что это работа такая. Поэтому, если вы это чувствуете, что вы его выдержите, надо делать. Но если вы чувствуете, что это, если вы чувствуете, что якобы это морально давит на вас, тогда не надо. Следующий вопрос, 10 вопрос. Кому можно обратиться, чтобы узнать больше о программах для сетевиков и записаться на обучение? Дорогие мои, вы можете, кому спросить? Вы можете на наш сайт, вы можете зайти на наш сайт, есть там специальная программа, где вы видите мастер-класс для сетевиков. Откройте туда и записывайтесь, и учитесь. Вы можете обращаться к нашим, то есть там по телефону, если вы, по сайте, который написано. Вы можете обращаться, если в вашем городе есть франчайзеры наши, можете к ним обращаться. Вы можете к нашей инстаграме, нашей соцсети зайти и туда писать. Вам обязательно наш офис отвечает, пожалуйста, можете оттуда писать, где хотите. Вы можете нашим, у нас есть программа партнерка, есть франчайзеры, есть партнерка. То есть есть некие партнеры, которые совместно с нами работают, и если вдруг там кто-то из них опубликует где-то там в своем страничке или где-то что, я партнер Довлатова, продвигаю тренинги Довлатова и так далее, можете у нас купить, купите у них, в соцсети очень много, разные наши партнеры продвигаются, наши услуги и так далее. Вы, неважно, у кого вы приобретаете, через кого вы к нам приходите, мы будем очень рады вас видеть, мы будем служить вас от чистого сердца, я буду очень рад служить вам. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Эту рубрику мы собрали с вопросами по сетовому маркетингу и эту рубрику больше всего посвятили этому, потому что очень много людей пишут нам по сетовому маркетингу. Мы собрали их, компоновали, и вот сегодня на 10 вопросов ответил. Желаю вам успехов, ставьте лайк под нашу рубрику. А теперь время практика, а теперь время практика. Задумайтесь о том, что напишите внизу, пожалуйста, под рубрикой три важные вещи, что вы усваивали из этой рубрики. Пишите в комментариях три важные вещи, что вы брали от сегодняшнего рубрика. Спасибо, всего доброго. Целью, чтобы помогать большее количество людям.